Ребёнок 21 века Культфильм был номинирован на премию «Оскар». Я задумалась, как сложно стать космонавтом. Почему люди так стремятся в космос? Кто ответит мне? Спрошу у взрослых. Мне так интересно узнать, что такое космическое пространство и как нужно готовиться к полёту в космос. Я могу рассказать тебе про космос и космонавтов. Но, как гласит русская пословица, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, предлагая тебе и твоим друзьям побывать в Центральном доме авиации и космонавтики. Центральный дом авиации и космонавтики находится у Петровского парка между метро «Динамо» и аэропорт на улице Красноармейская. Это старейший в России и один из старейших в мире музеев. В Центральном доме авиации и космонавтики мы с вами познакомимся с главными достижениями российской науки в области авиации и космонавтики. Любопытно. А что мы здесь увидим? А настоящая ракета здесь есть? Ребята, оказывается, первыми в космос полетели не люди, а животные. Это была собака Лайка. Ученым необходимо было выяснить, как ведут себя животные в космическом пространстве и что нужно сделать для того, чтобы полет в космос прошел удачно и безопасно для человека. На этапе подготовки к полету Лайку помещали в специальную кабину, чтобы она постепенно привыкала к постоянному нахождению в замкнутом пространстве. Лайке выдавали корм, на нее надевали всевозможные датчики, специальный кабинезон. Когда Лайка научилась спокойно переносить эти нагрузки, ее поместили в этот контейнер. А контейнер погрузили в искусственный спутник. В этом космическом спутнике Лайку отправили в полет. После Лайки побывали в космосе и другие собаки, в том числе известные Белка и Стрелка. Именно пребывание животных в космосе позволило дальше развивать космические технологии и запустить в космос первый космический корабль с человеком на борту. Кто им стал? Юрий Алексеевич Гагарин. Ребята, а вы хотите увидеть кабину настоящего космического аппарата? Да! Тогда предлагаю перейти в другой зал. Перед вами кабина космического аппарата многоразового использования Буран. В этом кресле сидит летчик-космонавт. Вы видите, как много разных приборов и пультов управления. Как вы думаете, ребята, зачем они нужны? Так. Чтобы ракета могла летать и связываться с Землей, чтобы управлять ракетой. Чтобы не врезаться в разные планеты. Правильно, ребята. С помощью этих приборов космонавты осуществляют контроль за полетом ракеты в космос. Но я думаю, ребята, вам интересно не только увидеть космические корабли, на которых летают космонавты в космос, но и какую специальную одежду они надевают. Как называется одежда для космонавтов? Одежда для космонавтов называется скафандр. Ребята, а какой должна быть одежда для космонавтов? С кислородом, прочной. Должна быть с воздуха. Она должна быть теплой. Одежда для космонавтов должна быть надежной и прочной и защищать их во время полета в космос. В этом скафандре космонавт спускается на Землю. Он сидит в специальном кресле именно в такой позе, чтобы снизить нагрузку на тело, когда специальный спускаемый аппарат возвращает космонавта на Землю. Это костюмы для космонавтов. В центре два костюма подарила музею первая женщина-космонавт. Как ее зовут? Валентина Терешкова. Ребята, посмотрите, может быть, кто-нибудь из вас догадается, почему на одном из костюмов Валентины Терешковой вышита голубка. Потому что у нее первый позывной был голубка. А сейчас какое позывной у нее известен на весь мир? Чайка. Этот позывной придумал для Валентины Терешковой Юрий Алексеевич Гагарин. Мы перешли с вами к самому интересному стенду. Как вы думаете, что хранится в этих баночках и тюбиках? Еда космонавтов. Правильно, ребята. Космонавты летают в космосе очень много дней и ночей. Мировой рекорд непрерывного пребывания в космосе установил летчик-космонавт Валерий Поляков. Его полет длился 437 суток. Это больше года. Конечно, космонавты должны питаться в космосе. Как вы думаете, почему пищу в космос берут в специальных баночках и тюбиках? Потому что может еда попасть в двигатель и ракета упадет куда-нибудь и сломается. Или упадет на землю. Это опасно для всего экипажа. И для приборов. Да, ребята, хлеб, другие продукты расфасованы мелкими кусочками, чтобы отправлять их в рот целиком. Еды на один укус, чтобы ни одной крошечки не осталось. любая летающая крошечка опасна как для членов экипажа, так и для техники. Как вы думаете, ребята, космонавты берут с собой в полет воду? Да. они берут в специальных баночках. Ребята, действительно, космонавты берут с собой воду, но учатся они ее пить с помощью специального приспособления. Вот такой пакет. Его надевают на кран титана и набирают воду. Вот по истечении двух минут будет готов чай. И космонавт пьет его прямо из этого пакета, не наливая в чашку. Потому что может вода превратится в шарики, а потом куда-нибудь в двигатель или в экипаж. Это опасно для экипажа и для всяких приборов. Ребята, сегодня мы с вами узнали очень много нового. Что вы запомнили, да? Космический корабль, в котором летала собака лайка и еду космонавта. Что еще интересное вы запомнили? Мы увидели собаку лайку. Как ведут себя животные на космическом корабле. Теплую одежду. Как пьют космонавты в космосе. Ребята, сегодня мы с вами выяснили, каких животных можно назвать первопроходцами в освоении космического пространства. Мы увидели кабину настоящего космического аппарата. Познакомились с одеждой космонавтов, пищу, которую едят в космосе. А продолжить эту экскурсию в Центральном Доме Авиации Космонавтики вы сможете в выходной день со своими родителями. Так, ребята, мы с вами побывали в Центральном Доме Авиации и Космонавтики. А сейчас я хочу проверить, какие знания вы получили во время экскурсии. Итак, перед вами рабочие листы. Первое задание вы должны выполнить штриховку в определенном направлении. Итак, приступаем. Перед вами космический лабиринт. И сейчас мы посмотрим, кто быстрее доберется до планеты. космонавтики сейчас, ребята, вы решите космические головоломки и увидите, что у вас получилось. космонавтики космонавтики я поняла, как трудно стать космонавтом, но это моя мечта, и я иду к своей мечте. Субтитры подогнал «Симон»